Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео я посвящаю невероятной красоте. Просто красотища с большой буквы. Это винтажные украшения. Я их еще не показывала в своих видео. Это просто шедевры. Сегодня я вам покажу шедевры. Надеюсь, вам это видео понравится. Надеюсь, оно вас порадует. Давайте просто наслаждаться этой красотой. И как-то позитивно мыслить. И стараться смотреть на все с оптимизмом. Итак, винтаж. Винтажные украшения. С детства я любила винтаж. Во всем. В предметах интерьера, в одежде, в украшениях, в ароматах. И всю эту любовь я пронесла через всю свою жизнь. До сих пор я это все обожаю. И очень рада, что сейчас у меня есть возможность как-то себе это позволять. Позволять себе находить это. Я живу, в общем-то, в Австралии. Это сложно найти что-то такое действительно раритетное. Конечно, это не Европа. Но, тем не менее, иногда все-таки можно. И давайте начнем. Мне уже не терпится показать вам все это роскошество. Начну с брошек. Начну с брошек. Вот такая вот невероятная, хрупкая, просто вот, ну, это загляденье. Это брошь загляденье. Это вот такая веточка ландыши. Ландыши, ландыши. И это у нас гриппуа, французский дом. Стекло, металл и жемчужинки. Жемчужинки, конечно же, не настоящие. Очень красивая, очень легкая, очень изящная брошь. Вот это вот стекло, оно, знаете, ну, вот сейчас не видно на лампе. Оно вот прям светится таким ярко-красивым зеленым цветом. Мне кажется, она будет невероятно красиво смотреться на какой-то белой такой блузке. В каком-то, может быть, жакете белом. Очень-очень красивая брошь гриппуа. Франция. Вот первый такой мой шедевр, экспонат. Следующая брошь будет тоже гриппуа. Вот предыдущая брошь неизвестен год выпуска. Ну, наверное, они где-то в погодке. Это 80-й год, ну, а там, может быть, чуть раньше. Вот такая брошь гриппуа. Это тоже стекло. Вот это вот все, керамика, стекло, кристаллы и металл. Вот такой вот красивый цветочек. Посмотрите, какой цвет у него. Вот просто невероятный. Такая глазурь, перламутр. Очень красиво сделанная, очень тонкая такая вещь. Сзади у нее вот такой крючок. Вот такой крючок. Раньше часто делали такие броши именно с крючком, чтобы вы могли носить ее как подвеску. То есть вы вот так вот ее крепите на цепочку или на ленточку и носите ее как подвеску. Очень красиво. Также вы можете вставлять ее в петлицу. Будет вот так. Вот такая вот брошь. Очень элегантная, по-моему. Следующие две брошки будут дизайнерские. Дизайнерские брошки. Первая. Пьер Карден. Пьер Карден, кто не знает Кардена, это вот такой прям новатор, революционер в моде. Вот такая брошь. Она, конечно, уже поистерлась со временем. Тут я немножечко ее пальцем заляпала. Тут видно немножечко такие вот, знаете, на металле. Ну, это время. Это время. Сколько там ей уже лет. Давайте я посмотрю. У меня все записано. У меня есть картотека этого всего. Вот такая брошь. Здесь у нее маркировка Пьер Карден. Вот так. Видите, Пьер Карден. И она, конечно, шикарная. Несмотря на то, что она металлическая, она достаточно легкая. Ну, посмотрите, посмотрите, как она классно выглядит. Это очень эффектно. Это такой конструктивизм. Очень простые формы. Элегантно, четко, стильно. Ну, не знаю, вне времени. Такие вот вещи – это просто вне времени. Плюс, конечно, еще имя дизайнера. Я не гонюсь за тем, что вот прям был бы дизайнер. Иногда можно найти совершенно невероятные вещи, вообще безымянные. Поэтому совершенно неважно, кто дизайнер. Я просто пытаюсь найти сейчас, когда она 60-е годы. 60-е годы, Франция, когда она была сделана. Но, тем не менее, если стоит маркировка дизайнера, это тоже очень здорово. Такая брошь Пьер Карден. И еще одна брошь Пьер Карден. Это вообще моя самая любимая. Вы сейчас просто обалдеете. Посмотрите на это чудо. Это металл. Это вот дерево. Она вот так вся крутится. И сзади как раз у нас стоит тоже печать Пьер Карден. Немножечко погнута вот эта вот иголочка, булавочка. Но брошь в прекрасном рабочем состоянии. Очень тяжелая, очень массивная и невероятно стильная. Посмотрите. Посмотрите на эту красоту. Посмотрите, как она красиво сделана. Очень необычно. Как-то вот, знаете, ну как... Она как живая. Она как живая какая-то вот маленькая медуза или маленький такой осьминожек. Так, когда она была сделана, сейчас я вам скажу. Сейчас я вам скажу. Я, конечно же, не могу запоминать все... Это 62-й год. Это 62-й год. Не могу запоминать все года. Вот такая брошь тяжелая, повторюсь. Я бы носила ее, наверное, на пальто. На пальто, на такое вот прям красивое, дорогое, стильное пальто. Пальто с такими вот плечами. Сразу представляю свою маму, какие она пальто носила раньше. На какое-то пальто или на какой-то жилет, может быть. Потому что в силу ее тяжести. Конечно же, это не для легкой блузы брошка. Так. Следующие две броши будут... Они, может быть, не настолько красивые, но у них очень интересная история. И как бы вот... Вы сейчас все поймете. Вот такие две вещи. Это ручная работа. Брошка. Одна. Вторая. Это дерево. И вручную нарисованы вот эти все покрашены. Покрашены вручную. Самое интересное, конечно же, у нас здесь наобороте. Оборот идентичный. Что у одной, что у другой броши. Тьери Мюглер Билли Бой. Простите, у меня очень все бликует сегодня. Тьери Мюглер Билли Бой. Тьери Мюглер. И датировано 1965 год. Билли Бой, он был стилист. Стилист, художник. Такой очень интересная личность. И на тот момент он, да, он делал вот такие вот интересные украшения для Мюглера, для его коллекции одежды. Ну, кайф же. Вы знаете, как? Какой кайф. Так. 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 Ну, это вообще, это раритет. Это раритет. Что тут еще скажешь? Ну что, броши закончились. Закончились броши. И давайте следующий я вам покажу браслеты. Браслетов у меня, ну, достаточное количество. Их, может быть, не очень много, но тем не менее. Первый браслет хочу показать. Это тоже Пьер Карден, 60-е годы. Вот такой вот металлический браслет. Очень простой. Очень такой лаконичный. Вот так вот он одевается. Давайте я вам его одену. Чуть-чуть его можно делать больше. Вот так он выглядит на руке. Наверное, запястье должно быть, ну, таким, тонким. Потому что здесь не очень много места для маневров. Но тем не менее. Вот такой вот браслет Пьер Карден. Мне кажется, в сочетании, если вот с этой брошкой, ну, это вот все. Это бомба. Это бомба. Это очень стильно, очень красиво, лаконично и вне времени. Вне времени абсолютно. И здесь у нас тоже стоит внутри маркировка Пьер Карден. Пьер Карден. Так, следующий браслет. Давайте, ну, давайте с него начну. Потому что это просто, знаете, это арт-объект. Это не носится. В силу того, что даже это, ну, не налезает мне на руку даже. Хотя у меня тонкое запястье. Ну, это вообще, я не знаю, это на кого. Вот такой браслет. Посмотрите на него. Вот только посмотрите, как он сделан. Что это? Как это? Он очень тяжелый. Это керамика и какие-то вот стразы, кристаллы и так далее. Это Карл Лагерфельд от Кутюр, 1982 год. Ну, у меня дух захватывает вот от таких вещей. Он, к сожалению, когда только он появился у нас, он на меня налезал худо-бедно. Сейчас уже нет, мне налезает. Его невозможно разогнуть, потому что это вот, это сплав, это керамика. Но, тем не менее, он выглядит как джинса. Видите? Как будто джинсовый материал. Но это не джинса. Это не джинса, это вот, ну, он такой, как камушек. Как такой шершавый-шершавый камушек. Посмотрите, посмотрите, как красиво. Ну, меня, конечно, очень будоражит вот это вот все. Представляете, Карл Лагерфельд. Уже легенда. Ну, это невыносимая красота. Для меня это просто невыносимая красота. Если бы у меня был такой красивый, знаете, называют это кабинеты. Такой стеклянный кабинет, вот такой вот весь закрытый. Я бы так вот, как в музее, да, я бы вот так вот его положила и ходила бы и любовалась. Но у меня нет такого кабинета, поэтому он просто лежит в коробке. Следующий браслет не менее красивый, но уже более такой китчевый, может быть, немного. Его я как-то помню один раз носила. Он очень тяжелый. Это только вот куда-то на выход, может быть, на какую-то презентацию, может быть, на какое-то мероприятие. Да, он не каждодневный, естественно. Посмотрите, посмотрите, какой он массивный. Какой он красивый. Какие у него красивые зеленые цвета. Сейчас я его на себя. Вот так вот он одевается. Сейчас мы его оденем. Он как раз может одеться на любую вообще. Руку и, возможно, даже на ногу. Ну вообще, ребята. Что же я не носила-то это все? Надо носить все. Покорять просторы домашние. Вот такой вот браслет. Это американский художник Алан Андерсон. Алан Андерсон. Это Нью-Йорк. 1900, сейчас скажу, какой. 1990 год. Вот такой вот браслет. По-моему, потрясающий. По-моему, потрясающий, очень красивый. Ну, покорит, мне кажется, любое сердце. Просто любое. И следующий браслет. Ну, это тоже, знаете, из ряда арт-объектов. Это тоже не носибельно. Это тоже, вы знаете, поставить в кабинет и любоваться. Это все. Ручная работа, керамика. Это Шанель 90-е годы. Ну, соответственно, дизайнер тоже. Это Лагерфельд, да, у нас тогда был? По-моему. Вот здесь идет вот такая застежка. Вы его вот так открываете. Так вот открываете. Открываете так. Одеваете. Идете. Идете, я не знаю куда. Ну, это, знаете, я помню, у нас этот браслет брали, например, для фотографий. В журналах делали. ВОК делал австралийский, еще так далее, какие-то журналы. Это, да, это вот такая вот фотосессия, что-то такое. Может быть, свадьба, может быть, еще что-то. Но это, конечно же, не на каждый день. Вот эти вот все вещи, это очень эксклюзивно. И она, конечно, вещь очень хрупкая. Если, застегиваю. Если его, ну, как-то, мне кажется, если вот так вот рукой как-то вдарить куда-то, можно всю эту красоту-то и попортить. Вот такая вот вещь. Шанель 90-е. Ну, это вот прям мода чистой воды. Следующий браслет. Вот он у меня самый-самый-самый-самый носибельный. Видео вы видели. И вообще я в нем хожу спокойно. Несмотря на его тоже такую раритетность. Это Кристиан Диор. Вот такая вот цепь с такими монетами, скажем так. Я называю его такой денежный браслет. Вот здесь у нас его печать. Кристиан Диор. И вот так вот он застегивается. Ну, я его обожаю. Я его обожаю. Ношу, люблю. Ну, вот для меня вот он такой вот прям носибельный. Предыдущая, конечно, версия – это арт-объекты. Так, ну вот. На-на-на. Ну, красиво. Очень красиво. Люблю его. Очень сильно его люблю. Несмотря на то, что он там уже потертый где-то в силу своей старинности. Но, тем не менее, он не потерял свою красоту. Следующие два браслета – это… Ну, я не считаю их прям такими вот прям изысканными и какими-то вот прям вау винтажными. Но это легенды. Это Кеннет Джей Лэйн. Это американский дизайнер. Первый браслет вот такой. У него вообще серия браслетов с животной тематикой. Животные, сафари и так далее. Вот эти два браслета из этого как раз, из этой серии. Вот этот мне очень нравится, кстати. Он классный. Он классный. Тоже они очень носибельные. Очень здорово сделаны. Очень легко их. Вот тут вот такие застежки. И вот здесь, вот тут вот, внутри пломба. Печать Кеннет Джей Лэйн. Красиво. Красиво сделано, красиво. Мне кажется, тоже так, ну, немножечко китчево. Но, тем не менее, знаете, под определенное настроение, под определенный наряд, вполне себе ничего. И второй браслет Кеннет Джей Лэйн. Вот такой вот розовый слон. Счастливый, мудрый и такой немножечко дурачок. Но мне он очень нравится. Вот такой вот розовый слоник. Тоже он вот так вот защелкивается. Вот так вот он выглядит. Вот такой вот розовый слоник. Наверное, многие из вас знакомы вот с этой серией браслетов. Есть тигры, есть слоны. У моей подруги Виктории есть жираф. Так что вот я слоник, а она жираф. Так, ну что, еще у нас будет с вами... Еще два браслета. Два браслета еще. Так, это я просто в восторге вот от этого бренда. Это бренд Henry, французский. Французский бренд Henry. Вот этот вот браслет, он еще с оригинальной вот такой... Ну, это не печать, как это назвать? Бирочка, да, вот такая бирочка Henry, франция. И посмотрите, как он сделал. Посмотрите на эту технику. Это вообще неповторимое что-то. Это несравненное. Здесь у нас и камни, и металл, и какие-то вот просто бусины, и бечевка. Вот такие вот из ниток сделаны, как такие вот детали. Посмотрите. Вот такая у него застежка. Невероятное что-то. Вот так вы его застегиваете, защелкиваете. Вот, вот он закрыт. Он закрывается вот так. Я не буду его мерить. Я его, как вы видите, никогда не одевала. Вот у него его бирочка. Но это просто невероятное произведение искусства, ни на что не похожее именно по технике исполнения. Очень как-то вот... Ну, можно подумать, что это какой-то вот прям музейный экспонат из раскопок, из каких-нибудь... Вот его нашли где-то при раскопках каких-то вот старинных пещер и так далее. Красиво. И вы сейчас поймете, следующие вещи тоже будут этого бренда. Это Хенри. И это 60-е годы. 60-е годы. Я вот просто посмотрела, чтобы вам ничего не соврать. 60-е годы. Следующий тоже Хенри и тоже браслет. Ну, вот реально. Ну, скажите, это музей. Это музейный экспонат. Посмотрите на все эти детали. Посмотрите. Вы только полюбуйтесь, посмотрите, как это все красиво, изысканно сделано. Вот такие вот вещи. Я очень жаль, что сейчас можно найти, конечно, каких-то очень нишевых парфюмеров, которые еще... Ой, не парфюмеров, простите. Ювелиров, которые делают подобные вещи. Но их все меньше и меньше. В основном сейчас, конечно, с этим большая проблема. Тоже застежка. Посмотрите на эту застежку. И здесь логотип такой ненавязчивый. Хенри. И вот с таким маленьким камушком. Так, если мы его с вами мерим, то это будет выглядеть... Я не буду защелкивать сейчас. То это будет на руке выглядеть как-то вот так. Потрясающе. Потрясающе. Невероятная красота. Знаете, когда вот я вот это держу в руках, вот это вот все разглядываю. Все эти детали, все эти камушки, все эти бусики. Ну, у меня вот реально дух захватывает. От такой вот... От такой красоты. И последние два экспоната – это колье. Вот у меня вот правда, знаете, какой-то синдром Стендаля случается, когда я все это вижу. Одно колье тоже будет. Йенри. Посмотрите на него. Несмотря на то, что это никакой не драгоценный металл, выглядит это все как реальная драгоценность. Причем такая вот из раскопок каких-нибудь древних гробниц. Это чокер. Вот такая здесь у него застежка. И вот здесь такой крючок. Такой крючок. Вы его вот так вот носите. Я не буду его сейчас застегивать. Вот так вот он выглядит. Нет слов. У меня нет слов, одни эмоции. Посмотрите. Это очень красиво. Это очень красиво. Знаете, когда смотришь на такие вещи, сразу хочется стать ювелиром и самой сделать что-то такое потрясающее. И самый, наверное, ценный экспонат, самый ценный, самый необыкновенно красивый. Сейчас я просто найду точное время, точный год выпуска. Следующее колье. Это Кристиан Диор колье. Сейчас. Так. Кристиан Диор, 50-е годы. И он создан Майклом Майером для Диора. 50-е годы. Я не знаю, может быть... Понимаете, у меня такое сейчас ощущение, что вот это вот все нужно держать в каких-то специальных перчатках. Потому что это вот история. Это история. Это настолько красиво, настолько трепетно. Так это все выглядит. Посмотрите на эти детали. Со всех сторон оно просто необыкновенно красивое. С такой вот штучкой. И застегивается оно вот на такой крючок. Такое вот колье. И здесь у нас на одном из звеньев Кристиан Диор by Mayer. By Mayer. Ну вот тут вот есть, но не видно. И если мы его на себя примерим, то оно будет выглядеть как-то вот так. Они все очень тонкие и больше похожи на чокеры. Видимо, тогда была такая мода, такое было веяние. Ну что ж, все. Иссяк, иссяк родник красоты, иссяк винтажный сундук. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, оно вас как-то прибодрило и порадовало. Я просто, вы знаете, пока это все разглядывала, пока это все для вас собирала, доставала, получила колоссальное удовольствие. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока.